Музыка Итак, всем здравствуйте! Меня зовут Елена Коваленко. Я являюсь золотым директором компании B.O.C. В прошлом месяце я открыла статус бриллиантового директора, точнее открыла одновременно сразу два статуса сапфировый директор и бриллиантовый директор. То есть двойное звание открыла в один месяц благодаря моим партнерам, которые очень сильно постарались, и я, конечно, им очень благодарна. И сегодня я хочу рассказать вам, какие же знания, какие же умения и какие инструменты, я использую для того, чтобы добиться таких результатов. Аза, попробуй что-то еще сделать, потому что уже всем видно, слышно, что-то тебе нужно там настроить. Инструменты эти довольно-таки просты, но многие просто их не используют. Итак, сейчас в этом вебинаре я раскрою вам секреты общения с потенциальными партнерами и расскажу, какими методами я пользуюсь, чтобы достигать каждый месяц хороших, больших успехов. Я надеюсь, что вы их примените и не просто так послушайте этот вебинар. Я рекомендую этот вебинар записывать, конспектировать и сразу автоматически применять каждой методике, которой вы работаете. То есть прямо взять это как за основу, как за обучение и начать применять сразу же после этого вебинара. Я не знаю, почему вот так, но, видимо, это вот какие-то проблемы, может, вебинарные комнаты, ребятки. Старайтесь перезаходить, потому что запись – это совершенно не то, как онлайн. Это живое общение, это совсем другое. Итак, правила «Успешная продажа». Давайте начнем со с новой основ. Превращать каждый диалог в свидание с человеком, получать удовольствие и дарить удовольствие человеку. Это самое главное. Мы много теряем, когда мы начинаем относиться к привлечению к партнерству как к каторге. Обратите внимание, какие чувства вы испытываете, когда приглашаете в партнерство человека. Если для вас это доставляет дискомфорт, вы чувствуете, что это какая-то неприятная обязанность, вы просто должны поменять это все в своей голове. Превратите каждый диалог в свидание, в приятное свидание с человеком. Идите на любой контакт с открытым сердцем и поставьте себе целью и задачей дарить приятные моменты этому человеку. То есть смотрите так на это, как будто вы хотите, ну скажем так, поухаживать за этим человеком. Конечно, это метафора, но поймите, что я хочу вам донести. Как будто этот человек – это ваш ребенок, ваш близкий родственник или друг. То есть вы хотите сделать ему приятное, и когда вы предлагаете свой бизнес или товар, или продукт, то вы именно с этой целью подходите к человеку. То есть превратите продажу в свидание. Давайте же рассмотрим, какие существуют виды рекрутинга. На самом деле их всего два. Это активный, когда ты свою услугу или товар презентуешь первым. И пассивный. Это когда люди интересуются бизнесом или товаром сами. Конечно, мы любим очень все пассивный рекрутинг, когда к нам люди приходят сами, спрашивают, интересуются. Но я вам хочу сказать одно. Чтобы человек вами заинтересовался, вы должны быть интересны для этого человека. Вы должны быть экспертом, вы должны быть специалистом, вы должны, берем слово должны, вы выбираете быть специалистом, вы выбираете быть экспертом, и вы, человек хочет увидеть, что у вас есть какие-то уже результаты. Поэтому многие люди приходят в бизнес, причем это касается не только МЛ-бизнеса, открывают любой бизнес и хотят, чтобы люди бежали сами к нему, покупали его товар. А потом разочаровываются, так как люди не спешат этого делать и бросают этот бизнес. И считают, что бизнес это не мое, пойду-ка я лучше на наемный рабочий труд, там стабильный, там спокойный, там пенсия в 10 тысяч рублей, на лекарства хватит. Кто бы хотел жить и получать пенсию в 10 тысяч рублей, чтобы хватало на лекарства? Поставьте плюсики. А единички поставьте те, кто хочет быть обеспеченным пенсионером, ездить по курортам, кататься на собственном автомобиле, жить в загородном доме. Вот мне интересно, кто какую жизнь себе выбрал, да, кто какое будущее видит. Ну и я очень рада, конечно, но я не сомневалась, что увижу такие результаты, что большинство из вас, ну я так понимаю, что 6 человек вообще слушают. Вот, Светлана, ваша пенсия 10 тысяч, скажите, пожалуйста, вас устраивает такая пенсия? Или вы бы хотели улучшить положение и у вас есть мечта, не устраивает, да, то есть у вас есть мечта и вы понимаете, что вы эту мечту обязательно осуществите, поэтому вы пришли в этот бизнес, так, правильно я понимаю? Да, Светлана, я очень рада, что вы одна из немногих на самом деле, кто, будучи уже на пенсии, пытается действительно построить свой бизнес и изменить свою жизнь. Потому что очень многие пенсионеры, они просто, скажем так, вливаются в эту жизнь и уже не хотят ничего менять. Так вот, я очень рада, что есть такие люди, как вы, и вы будете являться всегда примером, примером для меня и примером для других, я думаю, тоже. Итак, где и как искать партнер? Всегда люди, которые приходят в этот бизнес, они, да, в любой бизнес на самом деле, везде нужны партнеры, везде нужны клиенты, это, в принципе, одно и то же. В нашем бизнесе мы называем партнеры людей, которые являются параллельно и нашими клиентами, они покупают у нас бизнес. Ну, и я расскажу о тех источниках, где именно я ищу своих партнеров. Причем я хочу посоветовать вам не пренебрегать ни одним методом, потому что ваш партнер может оказаться где угодно. Поэтому все-таки берите от жизни все и каждого человека рассматривайте как вашего потенциального партнера. Вы никогда не знаете, что у человека в голове, вы никогда не знаете, что ему нужно на данный момент, и вы можете оказаться тем спасательным кругом, который даст возможность человеку построить собственный бизнес и улучшить свою жизнь в более качественную сторону. Итак, мои методики. Первая методика – это интернет. Это то, к чему я пришла буквально чуть меньше года назад, это то, что мне комфортно, это то, что мне нравится. Я не говорю, что это самый лучший метод, но это метод, который выбрала я и который мне приносит хороший результат. Потому что он мобильный, потому что он быстрый, потому что он экономит время лично для меня. Второй метод – это, конечно, знакомый. Знакомых я тоже подключаю. Мне не стыдно предлагать бизнес, который приносит мне много денег. Мне не стыдно предлагать продукт, которым я пользуюсь сама, которым пользуется моя семья, мой ребенок. Я знаю, что я с чистой совестью буду предлагать этот продукт. И он никому не нанесет вреда, а даже наоборот улучшит состояние. Отлично, Анна, я рада, что ты с нами, поэтому будем продолжать. И случайные знакомства – это тоже такие методы, которые могут принести вам партнеров, качественных партнеров. Например, самый мой первый партнер, Татьяна Населевич, это как раз случайное знакомство, которое не предполагало партнерство. Я пришла в косметологический центр, она делала мне процедуру, я просто оставила ей каталог и вкратце рассказала о бизнесе. Человек мне сам позвонил и захотел стать партнером. Теперь у Татьяны Населевичу я беру, и она является директором компании Биоси. Итак, интернет. Есть активные и пассивные способы, как и в каждом из этих способов. Активный – это когда ты сам пишешь первой человеку, выясняя его потребности. Как это делать, мы все дальше обсудим. Советую этот способ новичкам. Объясню почему. Потому что пока вам никто не интересуется, пока вас никто не знает, вам нужно как-то о себе заявить. Я не говорю, что вам нужно спамить стандартными шаблонами, которые вы берете у всех. Я, например, не советую этого делать, потому что люди устали от шаблона. Они хотят индивидуального подхода. Дальше я расскажу, чего они хотят. И пассивный метод. Когда ты презентуешь информацию с помощью личного бренда. В нашей школе, для тех, кто уже сделал свое ЛТО, есть полностью новая обучающая школа личного бренда. Кто еще не воспользовался, пожалуйста, пользуйтесь. Потому что это то, что начнет давать вам результаты, уже хорошие конкретные результаты через 3 месяца. Но личный бренд работает у лидеров. Личный бренд работает у тех, кто достиг какого-то результата. Если вы развиваетесь только личным брендом, не рассказывая о себе людям, не предлагая этот бизнес лично кому-то, то человек может прийти к вам на личный бренд. Он видит, что вы все красиво говорите, все замечательно рассказываете. Но когда он спросит, какие же у вас результаты в этом бизнесе, и вы скажете, что я, к сожалению, за 3 месяца не добился никаких результатов, поверьте, этот человек зайдет на канал YouTube, найдет лидера, который добился результатов, и пойдет к нему. Это закономерность, которую я наблюдаю уже много времени. Поэтому я очень рекомендую работать на быстрый результат, применяя все методики. Ну а делать это или нет, решать вам. Итак, знакомые. Давайте разберем эти два метода. Активный. Ты выявляешь потребности человека, которому хочешь предложить бизнес. Очень рекомендую подарить подарок. У нас есть набор дисконтных карточек, которые стоят всего лишь 180 рублей. Там 100 штук. На 100 человек вам хватит этих дисконтных карточек. Плюс я рекомендую дарить какую-то продукцию. Люди очень любят подарки. И вы понимаете, что такое просто показать, например, каталог знакомому человеку, или просто рассказать ему и подарить подарок. Выявить потребности, и когда вы выявляете эту потребность, вы предлагаете что-то. Дальше я расскажу, как это делать. Совсем по-другому к вам человек будет относиться. Дисконтная карточка – это подарок. Это скидка. 33% на всю продукцию. Но вы объясняете, что чтобы ее активировать, просто человеку нужно зарегистрироваться. Человек регистрируется, и дальше вы ему уже потихонечку рассказываете об акциях и о возможностях. Да, все индивидуально. Пассивный метод. Реклама продукции или бизнеса через случайную презентацию, путешествия, продукция и так далее. Что я имею в виду? Я имею в виду, например, что если вы достигли чего-то уже в бизнесе, вы, например, поехали в путешествие, то вы это людям совершенно случайно можете рассказать, показать. И человек заинтересуется, а где же вы взяли деньги на такое путешествие, что же произошло в вашей жизни такое. И, конечно, вы уже заводите разговор, вы понимаете, что человеку интересно это путешествие, то есть это его потребность. И вы рассказываете, как закрыть эту потребность, предлагаете ему бизнес в нашей компании. Как с продукцией быть? С продукцией быть тоже очень просто. Пользуйтесь сами продукцией. Доставайте свои косметички периодически. Ну вот сейчас я вам покажу, чем я пользуюсь, например. Вот такой вот спрей для лица, который подходит в любое время года. Этот спрей сейчас очень хорош в зимнее время, потому что он дает увлажнение. Сейчас включены отопительные приборы. И поэтому вот такое вот увлажнение очень хорошо. Или вы достаете блеск, или вы достаете помаду. То есть демонстрируйте при своих знакомых продукцию. Человек сам может вас спросить, вы поймите. И это зацепит как раз вас. Вы зацепили его внимание, а дальше вы уже можете работать с этим человеком. Моя доченька решила мне помочь, да? Знакомьтесь, Вероника. Язычок только не показывает. Случайные знакомства. Тоже два вида общения. Активный и пассивный, да, как и в предыдущих случаях. Активный. Опять же, например, вы приходите в магазин, покупаете себе одежду, дарите продавцу, который вам помог выбрать эту одежду, благодарность, подарок. Опять же, подарите дисконт, подарите продукцию. Поблагодарите его за оказание услуги. Расскажите, что у вас, например, в городе есть магазин-бюро, или что скоро открывается, или что он может воспользоваться скидкой через интернет заказать. То есть человеку будет очень приятно, что вы ему что-то подарили, да, а не то, что вы хотите что-то от него. Дарите, дарите. Всегда горите, всегда давайте. Люди устали от навязывания, они хотят получать, а не чтобы от них что-то получали. И пассивный метод. То же самое, презентуйте случайно, например, там, свой автомобиль, который вы уже получили от компании. Автомобили у нас уже много в нашей структуре, да, поэтому вы тоже можете очень скоро получить этот автомобиль. Мы вот уже тоже написали заявление, ждали высокого статуса, чтобы получить автомобиль повыше статуса, да. То есть чем выше статус компании, тем лучше автомобиль компания предлагает. Поэтому мы немножечко подождали. Или же, опять же, показывайте продукцию. Женщины, они любопытны, они могут заинтересоваться. И вы таким образом зацепите человека даже незнакомым. Все то же самое можно делать, например, если вы едете в поезде или в автобусе, да, вы разговорились с человеком и случайно достали там спрей тот же, да, вы брызнули на лицо, показали, какое вы удовольствие получаете, потому что это действительно приятно в жару, очень хорошо увлажнять лицо. Здесь в составе экстракты морских водорослей и морская соль. Это очень важные компоненты, которые, кроме того, что он увлажняет, он еще удерживает влагу, да, в клеточке. И еще такой дымкой как бы окутывает. То есть увлажнение – это очень важно для кожи. Поэтому используйте, вот я очень советую хорошо работать. Или скраб для рук, да, вы можете прямо человеку сделать спа-процедуру, ну, сами будете смотреть, то есть уместно это или нет. Поэтому тоже вот эти моменты не упускайте. Давайте людям тоже возможность. Знаете, вы даете возможность человеку. Ну, и вы знаете, как же выявить потребность? Психологи говорят о том, что существует такая пирамида маслоу. Да? Вот для кого-то, как справа, это кино, вино и домино, а для кого-то это действительно потребность в чем-то более качественном, более нужном. Когда вы выявите, что же именно нужно конкретно этому человеку, потому что, смотрите, потребность самоактуализации. Во мне, например, есть эта потребность очень сильна. Я, например, лидер по натуре. И мне, когда мой спонсор рассказала, что я здесь могу быть первой, открыть первое бюро, стать лидером, стать одной из первых, да, вот сейчас, например, я на пятом месте в двадцатке лучших компаний по товарообороту. Это то, что мне очень нравится. Это то, что мне приносит удовольствие. Выявить, если вы знаете, что перед вами лидер, который не может самореализоваться в жизни, расскажите ему именно о том, что здесь, в этой компании он станет лидером. Эстетические потребности, гармония, порядок, красота. Тут тоже вы можете показать, какие эстетические потребности бизнес в нашей компании может удовлетворить. Кто понимает, о чем я говорю и вот приведет пример, напишет, как с помощью компании Biosi мы можем удовлетворить эстетические потребности человек. Что вы об этом думаете? Напишите, пожалуйста, познавательные способности, знать, уметь, понимать, исследовать. В MLM бизнесе этого навалом здесь обучения много, здесь постоянное саморазвитие. То есть вы можете человеку говорить, что он будет повышать уровень IQ постоянно, постоянно узнавать новое, развиваться как личность, развиваться как специалист в области косметики. Специалист в области MLM. Потребность в уважении. Да, очень многие люди этого в жизни не получают. Призвание, успех, признание. Они не могут самореализоваться. То есть они хотели бы, но не могут. И бизнес MLM может это дать. Вам нужно выявить. Вот, Серафима подсказка. Мое эстетическое восприятие было удовлетворено, просто увидев эти нереальные баночки. Видите, то есть для Серафима это важно. Эстетические потребности. По человеку можно это увидеть. Обычно это ухоженные девушки, которые, у них все очень аккуратненько, у них все разложено по полочкам. Вот, что значит, да? То есть вы можете уже по человеку определить, даже внешне. Новая профессия, сопряженная с продвижением. Первое, на что обращает внимание клиент или потенциальный консультант, это выраженная выгода. Да, выгода. Вот эта пирамида и показывает выгоду для каждого человека. Для кого-то это важнее. Самореализация. Для кого-то эстетические потребности на первом месте. То есть у всех людей есть все эти составляющие. Но каждому выражено что-то одно. Потребность в любви. Посмотрите. Некоторые люди приходят сюда за любовью. Им не дают это в жизни. А здесь вот эта командность, вот это уважение. Здесь они это получают. Общение. Вот это все потребность в любви. Если вы видите, что человеку этого не хватает, он встречает вас, например, и пытается с вами пообщаться, поговорить, получить вашу любовь. Дайте ему, покажите, как в этом бизнесе вот это все. Серафима, давай без оскорблений попрошу. Это твое личное мнение. Да. Потребность в безопасности. Чувствовать себя защищенным. И физиологические потребности. Сейчас я покажу это немножко в другом ракурсе. И вы поймете более глобально, как это применить к вашему бизнесу. Как это применить, когда вы предлагаете ваш бизнес партнеру. Итак, у каждого человека, у каждого абсолютно есть шесть нужд. Запомните это раз и навсегда. Это очень важная информация. Серафима, я знаю, что это этично. Ну, просто не надо. Когда я поняла, что продукция действительно действует, я захотела предлагать ее всем и работать в компании. Приятно предлагать то, что тебе нравится. Да. Самому должно это нравиться. На самом деле так. Почему я говорю, каждый, кто пришел, ему нужно сделать ЛТО. Если он не сделает ЛТО, не попробует продукцию, тяжело продавать, предлагая то, что ты еще не попробовал. Поэтому делайте ЛТО сразу, рассказывайте людям, как это важно. Итак, четыре нужды тела. Тело. Наше тело чего? В чем же оно нуждается? Первое. Уверенность и определенность. Каждый человек хочет быть уверенным в завтрашнем дне. Он хочет быть уверенным, что у него будет дом, машина, уверенность в завтрашнем дне, в еде, что у него будет что покушать завтра. Он будет уверен и знать то, что он будет делать в ближайшую неделю, в месяц, в год. Ему нужна эта уверенность. Особенно женщине. Согласитесь, женщине, вот нужна ли вам, девушке, простите, нужна ли вам уверенность в завтрашнем дне? Да, особенно мамочки, которые понимают, что они хотят знать, что будет завтра, послезавтра, что у них будет все-таки дом, машина, квартира, что у них и у деток будет все хорошо. Будет что покушать, будет что одеть, и причем это будет все хорошего качества. Правда ли? Защищенность. Также уверенность в окружающих людях. Да, вот это очень важная нужда тела. И люди, то есть человек хочет знать, что те люди, с которыми ему комфортно, будут рядом. Вот это очень важно для мужчины, потому что от мужчин женщины все-таки ждут материального благополучия. Да, и для мужчины важно, чтобы у него была стабильность, уверенность в завтрашнем дне, чтобы он мог свою женщину, свою семью обеспечить. То есть он должен быть уверен, что окружающая его семья будет с ним и далее. И вот скажите, как вы считаете, как можно эту нужду перенести на предложение бизнеса? Какое можно предложение, например, если вы рассказываете человеку или пишете ему письмо, да, рассказываете. Вот в нашем бизнесе вы будете, что? Это да, это давление, это боль. Правильно, Марина, ты все говоришь. И каким образом мы можем эту боль выявить и удовлетворить? То есть это то, что у каждого есть. Показать решение. Как? Например, Марина, напиши, что бы ты написала человеку, да? Как наш бизнес может удовлетворить первую нужду тела? Давайте каждый подумаем и напишет, потому что если вы сейчас это все проработаете, вам будет намного легче дальше. Намного легче. Вы сможете сегодня же это применить. Прийти к любому, подойти к любому человеку и сказать ему это. Или написать это любому человеку. Знаете, если вы это все будете внедрять, оно очень хорошо работает. Почему вот я должна прийти в биоси, да, например? Да, мне хочется, чтобы у меня была уверенность. Что мне хочется? Напишите. Я пока перейду ко второй нужде тела. Это не определенность. То есть полная противоположность тому, что я сказала, полная противоположность первой нужды, да? То есть первая – это определенность, уверенность, а вторая – неопределенность. Серафима, быть здоровой и вечно молодой. Да, уверенность в том, что я буду здоровой. Ну, вечно молодой я быть не могу, но я буду. За счет того, что я буду строить бизнес в этой компании. Что мне может дать компания, Серафима? Чтобы я была здоровой и вечно молодой. Что? Хочу, чтобы вы меня поняли, да? То есть мы понимаем, что человеку это нужно. Что мы ему должны написать? Что наша компания дает, чтобы человек чувствовал уверенность, да? Например, бизнес. Так, кто уверен в завтрашний день, что изменится завтра, если ты ничего не понимаешь? Правильно? Ничего. Компания Биоси позволит обрести тебе уверенность в себе, получить авто или квартиру. Вот, вот, это уже близко. Да, то есть конкретно компания Биоси что дает? У нас возможность жить в доме или в квартире. Понимаете, как это важно для человека? Веренность в том, что не потеряешь доход, неизвестно от воли работодателя. Да, правильно. Дом машину дает. То, что если твой директор там что-то ему взбрянет в голову, он тебя не выгонит, и ты будешь зарабатывать так, как ты независимый партнер дает. То, что деньги растут изо дня в день, и пенсия. Почему я все время говорю про пенсию? Никто не хочет жить на маленькую пенсию. Все хотят путешествовать. То есть, вот это дает семья. Как можно с семьей это связать? Как можно с семьей здоровые дети с успешным будущим, да, ты сможешь ждать образование, ты сможешь передать по наследству своему ребенку этот бизнес. Он защищен. Давите всегда на боль матерей. Мать боится любая, чтобы его ребенок не был защищен. Понимаете? Да, вот больше времени с детьми чуть-чуть в другое, в другую нужду мы. И не лишишь этого дохода других людей, если занимаешь руководящую должность. Нужно применять подобные решения. Тоже в другую нужду это у нас пойдет, Настя, немножечко. То есть, тут конкретно для человека, для его близких, уверенность в том, что ему будет что поесть, что купить, одежду, комфорт, дом, машина, уверенность в окружающих, близких. Поработайте сегодня над этим. Напишите несколько предложений. Подумайте, как вы будете людям предлагать. Это очень хорошо работает. Нужда, тело, уверенность, определенность – это самая первая нужда, которая очень важна любому человеку. Вторая нужда – неопределенность. Что это означает? Люди не любят… Вот если кто-то смотрел фильм, он старый такой достаточно фильм «День сурка». Когда мужчина, поставьте плюсики, кто смотрел, кто меня поймет, когда мужчина каждый день просыпался, у него повторялся один и тот же день, и он уже с ума сходил, потому что это невозможно было пережить. Обратите внимание, все те, кто ходит на наемную работу, у кого нет роста, вот, смотрели, отлично, потому что фильм старый такой достаточно. Недавно тоже был фильм, я не помню, как он называется, когда у мужчины тоже все повторялось, он на свадьбе был и в лифте застревал, по-моему, Альеха в лифте, у него тоже повторялась одна и та же ситуация, в общем, он же там не мог на свадьбу на собственную попасть, по-моему. И вот ты, когда этот фильм смотришь, тебя вообще всего переворачивает, потому что ты переживаешь с героем, и знаешь, насколько это сложно, когда у тебя каждый день всю твою жизнь одно и то же, одно и то же. Ненавистная работа, вечером телевизор, спать, работать, телевизор, спать, там, в воскресенье, не знаю, какой-то поход там в парк, потому что денег особо нету, куда-то поехать, увидеть новое место, сделать себе какой-то сюрприз, там, не знаю, прыгнуть с парашютом, потому что на это все нужны финансы. И вот это называется нужда, неопределенность. Это сюрпризы, это вечеринки, это новинки. Чтобы не сойти с ума от одних и тех же действий. Как компания BOC может удовлетворить эту нужду? Давайте подумаем. Первое. Сюрпризы. Как? Вот сюрпризы, да? Что может дать компания такого, что человеку взбудоражит, что ему станет интересно, что у него это будет новое, вызовет в нем какие-то эмоции, вечеринки, новинки? Давайте подумаем. Вот это все, что дает конкретно из этого компания? Что человеку дает, то есть что дает компания такого, что в итоге человек получает эмоции и жизнь ему не кажется однообразной, скучной и никому не нужной. Тоже хочу, чтобы вы поработали, написали, продумали и применяли это в предложение. Новые знакомства. Для Светланы это важно. Обратите внимание. Новые знакомства. Это важно для очень большого количества людей. Вот это тоже вы можете, если вы знаете, что человек общительный, ему это будет очень интересно. Ассамблея. Елена. Елена любит праздники, любит тусовки, значит, как я понимаю, да? Ей это интересно. Ассамблея, какие-то встречи, вечеринки, которые вы можете сами организовывать, да? То есть рассказать подругам, девчонке, давайте собираться, давайте устраивать вечеринки, вечеринка биоси, там, допустим, спа-процедуры друг другу сделали, там, попили, кто пьет, там, шампанское, не знаю, кто не пьет, там, сделали вкусные безалкогольные коктейли. И вот это общение, особенно мамочки, которые погрязли в этих пеленках, они захотят это делать. Вот это тоже то, что дает взрыв эмоций, да? По поводу продукции, по поводу продукции, давайте подумаем, что человеку может быть интересно. Да? Ну, то есть что? О, сюрприз. Вот смотрите, вчера произошла, вчера нам объявили новость, что происходит слияние двух компаний. Интересно? Интересно. Все оживились, чаты оживились, да? Неопределенность. Неопределенность в хорошем смысле, да? Ну, может быть, кто-то не мог понять, что происходит. Это же неопределенность. Человеку интересно, ага, что-то новое произошло. Что? Как? Чего? Да? Вот Андрей сразу снял замечательный вообще, Андрей, респект, вебинар. Посмотрите его вебинар. Я полностью согласна со всем тем, что там написано. Пугаться ничего не надо. Это очень круто, потому что, когда к одной компании присоединяется вторая, это значит, что та компания, к которой присоединяются, под крыло, которое заходит, та компания, она очень крутая. Понимаете, о чем это говорит? Они банкроты, скорее всего, я не могу говорить точно, да, но я думаю, что не совсем там все хорошо, и решили присоединиться к нам. Все их технологии, вся их продукция, это все будет наше. Все, все их разработки, которые с 60-х годов, все это наше. Поэтому ассоциации, ассоциации Серафима, какие-то ассоциации, Фаберлик много чего объединил, но извините, это теперь его плюс. Это плюс компании, огромный ассортимент, которым гордятся представители компании. И здесь будет точно так же. По поводу этого мы потом пообщаемся, в чатах это все можно прочитать. Марина, заходите в чат, в телеграм, посмотрите историю вчерашнюю, все увидите, и Андрея вебинар там же, посмотрите его все. Мы сейчас на это не тратили времени, у нас 15 минут, если мы что-то сегодня не успеваем, вторую часть мы проведем завтра, потому что у нас ровно час сегодня. Поехали дальше. Сделать что-то важное в жизни. Про неопределенность я все еще жду, что вы напишите по поводу продукции, новинок. Да? То есть человек любит новинки. Подумайте, пропишите тоже мне это все. И давайте работать активнее, пишите, пожалуйста, все, потому что я хочу, чтобы вы акции для активных спонсоров. Супер! Акции, как люди это любят, постоянно эти акции, хэшки. А, новая акция, телепать начинает. Представьте, что бы было, если в компании не было этих акций, не было бы этого драйва, для чего это все делается, чтобы люди получали кайф, удовлетворение, неопределенность, какая акция будет завтра, что будет в новом году. Вот, видите, каждому своя акция, но сам смысл, что все эти акции, они крутые, конечно, людей так удоражит. вот это тоже, то, что вы каждому человечку можете давать, это будет работать. Да, вады у нас появились, это шикарно, это витаминные комплексы, полностью натуральные, которые действуют комплексно. Поэтому с января эта новинка уже будет у каждого из вас, надеюсь, на полочках и внутри вас. сделать что-то важное в жизни, это третья нужда тема. Вот то, что немножечко раньше кто-то из вас писал, да, для других, вот значит, для этого человека это очень важно. Эта нужда тела очень важна. Значит, этот человек любит отдавать, он испытывает необъяснимо кайфовые эмоции, когда он полезен для кого-то. Есть такие люди, которые ради этого готовы сделать все. Быть полезным для кого-то нужно каждому. Дарить подарки, да, испытывать эти эмоции прекрасно. Заниматься благотворительностью, то есть делать важные вещи, за которые ему идет благодарность. Быть реализованным, понимаете, быть реализованным в этой жизни. Я считаю, что для мужчин это, это я так считаю, да, это очень важно вообще, потому что на него возлагается миссия быть ответственной за свою семью. Для женщины это очень важно. Я по себе знаю. Я испытываю большое удовлетворение, когда я вижу, например, что я была полезна для каждого из вас. Что я могу провести для вас вебинар и дать какую-то информацию. И каждый из вас может быть полезным. Одно дело, что, может быть, он не хочет или ленится это делать. Но поверьте, когда вы начнете это делать, давать пользу, побольше пользы, вы будете получать, вы будете удовлетворять третью нужду тела. Почему у многих есть кризисы, кризис среднего возраста, человек чувствует себя нереализованным к какому-то определенному возрасту. И поэтому наш бизнес может тоже удовлетворить эту нужду. Правильно, обучать свою команду и вести людей к победам. Вот. Вот это то, что вы удовлетворили, вы удовлетворяете сейчас свою нужду. Вам это хочется делать, вам это нравится делать. И вот эту возможность вы должны открывать людям. Тоже обязательно вот этот момент нужно в своем предложении человеку раскрывать. Ну и четвертая нужда, это, конечно же, любовь. Быть любимым и любить. Давайте сейчас по-честному поставьте плюсики. У кого в жизни не хватает любви. Может быть, не хватает, чтобы вас любили, да, или чтобы вы любили. Ну вот нехватка есть. И вы пришли в этот бизнес, чтобы получить эту любовь. А других людей, которые будут, опять же, говорить вам спасибо. Ну вот, вот скажите честно, да, я хочу просто посмотреть, есть ли такие люди, которые пришли за любовью для себя. И которые ее получают и получают удовлетворение, действительно. Получают удовольствие. Когда они видят, что они важны своему спонсору, своей команде, что команда любит, благодарит. Я, например, получаю очень много любви от вас. С каждым словом спасибо, с каждым словом благодарности я чувствую вашу любовь. Когда мне пишут лидеры, да, или, ну, неважно кто, да, люди из моей команды, слова благодарности за какую-то, за то, что я помогла, допустим, выйти на какой-то уровень, одержать какую-то победу, за то, что я предоставила возможность. Да, вот Катя написала, да, вот, есть потребность такая. Я получаю любовь от человека, и я свои потребности в любви закрываю. Вот, у меня лично так. Может быть, вы еще не все это осознаете, да, потому что плюсиков мало, но, поверьте, внутри есть у вас такое желание еще больше быть любимым. Поэтому, вот эту потребность вы тоже можете закрывать, человеческую потребность, да, как мы ее можем закрыть, как вы думаете, что мы можем людям рассказать, предложить, что есть такое в нашей компании, что удовлетворит потребность в любви, что принесет вот эти эмоции, да, что человек почувствует себя любимым. Ну, вот в чатах, да, даже помощь в чатах, разве это не любовь других людей? Внимание, забота, да, а конкретно, Мариш, конкретизируй все, да, то есть внимание, забота, это то, что человек получает, и он от этого испытывает чувство удовлетворения, да, общение, правильно, Надежда, помощь в чатах, командная поддержка, вот, это же любовь людей, да, 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 вот это все, правильно вы все пишете, поэтому, запомните это все, пожалуйста, запишите себе, и прямо сегодня начните применять, ну, и у нас еще две нужды осталось, а вот это две нужды души, именно душа хочет, чтобы был рост, да, есть физический рост, а есть эмоциональный, интеллектуальный рост и развитие, то есть вот это то, что людям необходимо, скажите, пожалуйста, кто из вас хочет развиваться, кто из вас чувствует, что у него есть потребность развиваться, да, не стоять на одном месте, а обучаться постоянно, постоянно развивать свои эмоции, учиться этому, да, Марина, правильно, раз слушать вебинар, я думаю все, все, кто здесь присутствует, однозначно, вот, вы понимаете, да, насколько эту нужду души нужно удовлетворить, каким образом наша компания может удовлетворить эту нужду, напишите, пожалуйста, как вы считаете, да, как вы считаете, да, обучение онлайн, да, что еще, книги, да, когда, вот я, например, часто советую читать какие-то книги в процессе того, как веду вебинар, то есть вы послушали вебинар, вы пошли почитали книгу, да, здесь у нас много вебинаров, здесь у нас сайт обучающий, то есть вы развиваетесь, дальше, вас, когда учат писать посты, да, вы же не просто бездомно пишите пост, вы изучаете какую-то информацию, на любую тему, эта тема может быть любая, не обязательно бизнеса касаться, вы же пишите посты, и на тему семьи, на тему детей, вы можете обучаться, изучать что-то, и на другие темы, тренинги интенсивы, то есть вы развиваетесь в различных направлениях, марафоны, да, кто вот у нас, девочки наши, проводят марафоны замечательные, поэтому вот это все, потребность человека, и это все вы можете в предложение, когда вы делаете предложение человеку, вкладывать. Ну и последнее на сегодня, что я вам хочу рассказать, но поверьте, это только половина того, что я хотела вам дать, завтра в 11.00, я дам вам вторую половину, и это будет еще круче, там будет такая информация, что вы просто упадете, это было только начало. И вторая нужда души, желание отдавать другим людям, она очень соприкасается с потребностью тела, потому что тело и душа, они в принципе едины, это вы сами, но здесь больше духовность идет, желание отдавать другим людям безвозмездно, благотворительность. Благотворительность. Биоси каким образом может помочь человеку начать заниматься благотворительностью? Расскажите мне, пожалуйста. Кто знает, как наша компания помогает заниматься благотворительностью? Ухаживание, делать подарки людям, да, то есть наши акции, вы можете взять по акции бесплатно кучу продуктов и подарить это другим людям, сделать бесплатные подарки. Это тоже надо рассказывать. Да, деткам помогают лидеры. Мариш, не только лидеры, помочь может каждый из вас, да, неважно на какую сумму, вот мы сейчас собираем, кстати, хотела подробнее рассказать, если кто-то не был еще в нашем разделе доброе сердце. Мы сейчас собираем, я с партнерами, да, с бизнесменами, мы собираем деньги на благотворительность, мы закупаем лично, мы не даем ни в какие фонды, где там берут свой процент, мы собираем деньги и закупаем тренажеры для детей и взрослых инвалидов. То есть это, представляете, какая помощь, то есть детки, которые не умеют ходить, не умеют физически, их развивают, и они благодаря вот нам всем, каждый из вас может внести этот вклад и просто на века эти тренажеры будут не одному поколению служить. Понимаете, насколько это глобально и насколько это круто. Поэтому я вас всех призываю к благотворительности, я, конечно, не могу сказать, вы должны делать, никто никому ничего не должен, это ваш собственный выбор, я, например, раньше благотворительностью очень редко занималась, сейчас для меня это must have, каждый месяц, и я обратила внимание, что тем больше я отдаю, тем больше мне приходит. Это закономерность, которая работает. Поэтому вот это все, да, все, заканчиваю, вот это все, все нужды души, которые нам необходимы. Я сейчас заканчиваю, потому что некоторые из вас у Владимира на интенсиве, и он сейчас начинает интенсив, поэтому можете отключаться, переходить к Владимиру, и завтра в 11 часов я вас жду на продолжении этого банкета, я расскажу вам, еще открою, крутые очень фишки, с которыми любая продажа будет очень качественная. Все, люблю, целую, и до завтра в 11 часов. Пока-пока. С вами была ваша Елена Коваленко. Субтитры создавал DimaTorzok